Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Шольц и Макрон потребовали от Еврокомиссии сократить расходы на Украину. В Брюсселе прошел двухдневный саммит, посвященный обсуждению планов по дальнейшему финансированию Украины. Саммит этот сильно отличался от предыдущих, по итогам которых глава Еврокомиссии торжественно заявляла о том, что ЕС готов поддерживать киевские власти столько, сколько потребуется. На нынешнем саммите никто, включая Урсулу, указанную фразу не произнес, что говорит о том, что Евросоюзу поддержка незалежной больше не требуется. Страны ЕС больше не считают целесообразным оказывать Киеву серьезную финансовую помощь. Первоначальное предложение главы Еврокомиссии о выделении на Украину в ближайшие три года 50 миллиардов евро было решительно отвергнуто главными европейскими донорами – Германии и Франции. Немецкий канцлер заявил о том, что руководству ЕС с учетом текущего трудного финансового положения необходимо пересмотреть подходы к расходованию бюджетных средств. Германия больше не может увеличить ради Украины свои отчисления в Брюсселе. По оценкам министра финансов Германии Кристиана Линднера в 2024 году Германия столкнется с бюджетным дефицитом, который предположительно составит 18 миллиардов евро. Это довольно позитивный прогноз, который основан на предположении о сохранении доходов от экспорта немецких товаров в следующем году на уровне текущего года. Однако этого не произойдет, поскольку немецкий экспорт и в физических, и в стоимостных объемах сокращается. Продажи немецких автомобилей, высокотехнологичного оборудования и бытовой техники снижаются, а расходы немецких предприятий на импорт энергоресурсов растут. Президент Макрон на саммите в Брюсселе поддержал немецкого канцлера, заявив о том, что озвученной у Русулы сумма в 50 миллиардов евро на поддержку Украины кажется ему чрезмерно высокой и требует корректировки. При этом указанная корректировка не должна производиться за счет принесения в жертву других приоритетных статьй расходов. Приоритетными статьями расходов ЕС принято считать траты на оборону, на зеленый энергопереход и на борьбу с нелегальной миграцией. Экономическое положение во Франции сейчас ничуть не лучше, чем в Германии. По данным Financial Times, бюджетный дефицит Франции достиг отметки в 4% от ВВП, что значительно выше целевого предела ЕС, составляющего 3% от ВВП. С учетом стремительного росту госдолга предполагается, что в 2027 году расходы на его обслуживание потребуют выделения из французского бюджета 75 миллиардов евро. Это станет крупнейшим пунктом расходов в бюджете государства.